Как бы кто не жаловался, что Геншин Импакт это копия зельды, на деле все гораздо интереснее, чем обкажется. Начнем с самого противного, на мой взгляд, это выручка. Ну конечно, конечно же выручка Геншина составляет какое-то баснословное количество средств. Чтобы вы понимали, за полгода отметка достигла до миллиарда долларов, в то время как The Legend of Zelda Breath of the Wild 1,85 миллиона долларов. Я люблю цифры и люблю итоговый результат. Также я сейчас не говорю о качестве сюжетной линии, об этом позже. Я искренне придерживаюсь такого мнения, что раз люди вваливают столько денег в Геншин, значит в нем что-то есть. Мы знаем, что сам Геншин абсолютно бесплатный и в нем есть донатная составляющая. В основном всех интересуют персонажи. Я никогда в жизни не видела, чтобы такое огромное количество девочек играло в компьютерные игры. Потому что наконец, как говорят сами разработчики, мы хотели, чтобы игроманы платили за любовь. И таким образом они притянули нереальное количество девушек, которые, ну что уж греха таить, к любви склонны больше, чем мужчины. Вы только посмотрите, как это мило. И да, там не сидит 90-летний дед Маняк. Это просто комнаты девочки. Да, это приятно, мило и классно. И таких комнат, обставленных у девушек, теперь очень и очень много. Причем девочки это не совсем школьницы. Это дамочки от 18 до 25 лет. Конечно, аудитория мужчин намного выше. Но у Зельды, например, такой огромной аудитории просто нет. И мы все знаем почему. В последнее время я часто сталкиваюсь с играми, которые стали фундаментом для других проектов, разработчиков. И которые не стеснялись об этом что-либо говорить, либо демонстрировать. Для меня таким проектом отличился Plague Tale, Genshin, Uncharted стал для The Last of Us неким черновым вариантом. И раз это одна и та же студия, то, конечно, тут нет претензий. Мало того, что да, мы все знаем, что Зельда была хорошим черновым вариантом для Genshin. Однако студия смогла не только поменять цвета на более приятные, а полностью переделать механику, интерфейс. При этом вы часто будете натыкаться на отдельные кусочки чего-то похожего из Зельды. Несмотря на сильное сходство, мы все же видим, как сильно игра отличается внутри. И на этом студия не остановилась. Она предоставила нам возможность поиграть. Давайте будем честны. Nintendo покупает либо те, у кого много денег, либо те, кто является таким старым фанатом Mario и прочих игр еще с 90. Nintendo дико не любит в России, потому что рызкий человек не платит за одну игру. Он платит за возможности. А как мы знаем, возможностей у Nintendo маловато. Саму платформу Nintendo нельзя поставить как конкурент кому-то, потому что Sony или Xbox всегда давали что-то еще, кроме покупки. Будь то PS Plus или Game Pass. На Sony всегда есть отличные скидки. Нам каждый месяц делают подгон, обычно из трех игр. Причем за два года использования. Плюс я, наверное, только один раз была недовольна раздачей. У нас также есть эксклюзивы Sony, такие как Человек-паук, God of War. По-прежнему остаются эксклюзивом, кроме новой части, которая уже вот-вот выйдет на ПК. Но у нас она вышла еще в 2018 году. А перед ней, которые были части, они все-таки остаются на Sony, и об этом не стоит забывать. Также у нас есть The Last of Us, Horizon, Prisoner of Tsushima, Bloodborne, и это еще не все. Просто эти игры одни из самых известных. Что есть у Nintendo? Zelda, Bayonetta. Это первое и последнее, что пришло мне в голову. Ради чего мне покупать Nintendo? Я знаю, что покупаю Sony, я покупаю ее сервис, игры на распродажах. Причем я, как сейчас помню, первый The Last of Us я купила за 300 рублей. God of War я купила примерно за 350. И таких проектов было очень и очень много, которые раздавались по скидке. На Nintendo я понимаю, что не получу ничего, кроме Zelda и Bayonetta. Никаких суперэксклюзивов не будет выходить. Конкуренция рождает качество. Благодаря этому у Sony и Xbox теперь интересные взаимоотношения. Благодаря этому мы получаем интересные плюшки. В то время как Nintendo это просто кирпич, который не может конкурировать ни с кем. Сейчас еще выйдет Steam Deck, и все о Nintendo можно будет забыть. Да, Nintendo, вы уникальны, однако без конкуренции у вас нет повода для радости. К тому же, в принципе, Nintendo изначально рассчитывалась на Азию. Японцы, китайцы, корейцы это основная аудитория Nintendo. В то время как Genshin Impact, который делали китайцы, изначально была рассчитана на Японию и Китай. Однако, она настолько понравилась и европейцам, и вообще всем, что студия решила так же расширяться и на другие горизонты. Genshin Impact есть на всем, чем только можно и на Nintendo так же. Вы можете играть на телефоне, планшете, ПК, приставке, да хоть на чайнике. И благодаря этому, конечно же, больше пользователей смогли до нее добраться. Мало того, что студия выкатывает постоянные обновления, персонажей, локации. Так она все это благо перевела почти на все языки мира. Genshin Impact разросся как грибок, однако в данном случае это скорее неплохо, потому что мне как девочке приятно, что есть что-то такое милое, достаточно доброе. И при этом тут есть онлайн. Я так мечтала поиграть в Зельду не на эмуляторе, а вот прям как надо, на Nintendo. Но я не готова платить. Не в данном случае. Да, пусть она бы стоила 4000 на Соньку. Да, хорошо, но дайте мне доступ к ней. Дайте к ней доступ. Ну вы же этого не сделаете, верно? Я скачала Зельду на эмулятор, ссылка, как его установить по сказке наверху. И что я увидела? Абсолютно пустой мир. Да, может и Genshin является копией Зельд. Однако с самого начала в Genshin у нас есть какая-то история. Нам объясняют, что надо делать. А в Зельде это просто, ну это просто туши свет. Я поиграла 20 минут, ну и больше не смогла. Возможно, там какой-то супер интересный сюжет к середине. Однако зафиксировать внимание у меня не получилось никак. Genshin в этом плане подошел грамотно. Во-первых, нас ведут с самого начала игры, пока мы не дойдем до города. У нас есть четкий план, куда идти, что делать. Но потом, к сожалению, нас бросают. И когда мы остались наедине с собой, то тут мой пыл поугас. Конечно, начинается прокачка. Но прокачка в Genshin все-таки не мое. Однако я не говорю, что она плохая. По крайней мере, у тебя есть приятные композиции, которых нет в Зельде. Они такие медитативные и спокойные. Есть сундуки на каждом шагу, какие-то бандиты, тайны, пещеры, дополнительные задания. Развлечений хватит на годы вперед. Самое главное в игре, вы ею заняты. Зельда в данном случае вообще никуда не годится. В Genshin нет глубокого сюжета, это факт. Но на это и не было расчет, учитывая такое дикое разнообразие всего остального. В Зельде же есть четкая сюжетная линия. Я ее не прошла, однако могу предположить, что она будет куда интереснее, чем в Genshin. Но пустой мир и два каких-то монстра вообще меня не впечатлили. Конечно, Genshin выигрывает однозначно. Как мы знаем, Зельда это не единственный проект. Это целая серия игр, достаточно качественная и завязана на одном персонаже. Genshin это не серийный проект, это онлайн игра, хотя вы и можете бегать одни, однако у вас тоже есть главная сюжетная линия и дополнительные персонажи. И вот честно, я ни разу не видела, чтобы кто-то играл только блондиночкой. Как только у игроманов появлялась возможность выбить что-то более интересное, они сразу переходили на других, будь то мальчик или девочка. Моральная сторона вопроса мне больше нравится в Зельде, однако я никак не могу отрицать, что сыграть на любви азиатов к педофилии – это достаточно грамотный ход. Для тех, кто не знаком вообще с аниме или кто не особо понимает, как обстоят дела в Китае, Японии и Корее, я вам сейчас расскажу. Культ самого секса длился еще с эры динозавров. Огромные масштабы литературы с картинками, которые передавали все виды извращений, какие хочешь. Девочки помладше ценились больше, чем девочки постарше, так же, как и мальчики, и до сих пор так и остается. Вся темная сторона аниме-культуры, хентая и даже поторговой работы направлена на удовлетворение мужчин, которые любят маленьких девочек. Например, в Японии школьницы очень часто подрабатывают именно своим телом, и да, это незаконно, однако они это делают. Именно школьница в азиатской культуре имеет самый большой вес. Для кого-то это будет дерзкая школьница, для кого-то милая, для кого-то еще какая-то, однако именно девочки от 12 до 16 являются таким товаром для удовлетворения мужской потребности. И что делает студия? Правильно, она вводит огромное количество детских персонажей в игру, потому что именно аудитория Азии была первой, для кого этот продукт, собственно говоря, и делался. Я могу сказать, что мне очень нравится, как выглядят персонажи, ну, честно. Они очень красивые, однако я понимаю, для кого это все делалось. Таким образом, конечно же, сыграв на нашей с вами морали, студия получила не только игроманов с разных платформ, а также притянула и огромную часть населения, которая склонна к педофилии. Теперь мальчики могут сидеть дома и даже не скрывая своих желаний, так сказать, воплощать их, пока играют в Виншин. Разнообразие в Гиншине не заканчивается. В Зельде у вас есть определенный набор действий, а в Гиншине есть много стихий, и у каждого персонажа своя анимация удара и приемов. Да, конечно, это плюс. Меняйте любого перса и получайте удовольствие от мини-катсцен. Приятно? Ну, конечно, приятно. Я не могу сказать, что это обязательный атрибут, но он точно увеличивает карму разработчиков, в то время как Зельда и так нам недоступна, скудна на мир, так еще и приемами не может так сильно похвастаться, как Гиншин. Когда о тебе заботятся, постоянно выставляют новый контент, дают новые обновления, и ты понимаешь, что игра не заброшена, это приятно. Да, онлайн требует постоянной работы, но многие онлайн игры были заброшены, и это факт. Гиншин только начинает набирать обороты, и это тоже факт. Зельда это одноразовый продукт, который стоит бешеных денег на бешеной платформе, доступа с любого устройства или хотя бы с крупного, такие как ПК и приставки у нас нет. Стоит это как одна четвертая всех моих игр на Соньки, и в чем смысл? Я ни копейки не вложила в Гиншин, ни копейки, серьезно. Зато я получила удовольствие от игры. В Зельду я поиграла на эмуляторе, и мне не понравилось. А я могла вложить 25 тысяч, и, конечно, я бы играла и пыталась найти какие-то плюсы, которые как-то укладывались бы в моей голове. Вывод. Зельда неплоха, и Гиншин неплох. Но маркетинг Гиншина куда эффективней, чем маркетинг Зельды.